Здравствуйте дорогие друзья! Рада приветствовать вас на своем канале! Сегодня показываю вам, как цветет моя глициния. Красавица, раскрасавица, супер красавица! Итак, цветем полный роспуск, полная красота. Это вот сейчас пиковое цветение. Вот они. В этом году была очень сложная зимовка, было очень мало снега, но я все-таки дождалась цветения. Ожидала я, что не будет вообще она цвести, потому что снега практически не было. Приблизительно, ну максимум было 2-3 см снега, и это все накрыто было. Все было накрыто, конечно, но все-таки лучше снега ничего не накрывает. Ну, мы дождались, мы цветем. Ой, красивая, классная! Меня всегда смеются мои знакомые, говорят, ну что это ты, говорит, акацию посадила и радуешься. Вот такие грозди, вот такая красота. Дело в том, что глициния, помимо того, что она очень красивая, она обладает еще рядом очень полезных свойств. Первое и самое полезное свойство, это то, что он, видите, летает в меня южный, пчелка мне прилетел, их два штуки летают сейчас. Гудят они, конечно, жестоко, такое просто, просто такой гул стоит. Итак, значит, что я хотела рассказать, что глициния, помимо того, что она делает очень качественную тень, в любом жарком месте она вам сделает такую тень, что вы будете в жару сидеть в беседке, накрытой глицинией, и себя прекрасно чувствовать. Это первое. Так, и самое важное, еще самое важное, это то, что глициния обладает антисептическими свойствами, то есть она дезинфицирует воздух, и находясь под ней, вы дышите очень чистым и качественным, продезинфицированным воздухом именно глицинией. Поэтому под ней всегда очень приятно постоять, посидеть. Очень часто в южных регионах можно встретить такие беседки, где растет глициния, и она обвивает все. В Крыму, когда-то мы были в Ливодийском дворце, насколько я помню, и там все стены просто были завиты вот этой глицинией красавицей. У меня еще очень маленькое по сравнению с теми девочками, но в принципе очень классное растение. Для меня это такая и ностальгия, и просто, просто красота. Вон летают, видите, какие здоровенные, уже улетели. Они туда-сюда, их уже сейчас, в прошлый раз был один, я уже думаю, наверное, что-то случилось, но прилетело уже 4 штуки, и такие разборки устраивают, где чей-то цветочек. Гудят, конечно, они очень сильно, потому что они очень большие. Эти пчелы южные. Ну, конечно, для южных районов это растение, это просто как бы норма. Я знаю, что очень часто выращивают просто из-за того, что она легко, очень быстро растет, опять же, дает классную тень. И если вы в южных районах, то вам даже нет смысла ее снимать и укрывать. Но так как мы живем в Киев, Киевской области, укрывать нужно всегда, постоянно. И я всегда ее снимаю с опоры и накрываю. Мне однажды в магазине сказали, что можно не снимать, но девочка, стоявшая рядом, говорит, снимать нужно всегда. Просто продавец неправильно меня проконсультировал, а покупатель, услышав наш разговор, ей очень благодарна. Она сказала, что снимайте всегда, снимайте в любое время, потому что ее нужно укрывать и накрывать. Потому что она очень, очень не любит морозов. При плюс трех ее нужно снимать с опоры и укрывать. Это самое золотое правило. Ну и вот, что вам показать, какая красота у меня. Конечно, ее нужно сформировать, еще очень много работы в этом году предстоит. Я посмотрю, что-то у меня останется, отцветет, и я проведу обрезку. Я вам покажу, как я обрежу, по своим соображениям. В принципе, обрезки глицинии, если вы обрезали виноград, где-то приблизительно такой же. Вот такая красавица, моя золотая, драгоценная глициния. Вот такая ветка, видите, какая огромная. И сколько цветов. Ну что ж, дорогие друзья, на этом все. Спасибо за просмотр, красивых цветов, хорошего настроения. До новых встреч, до свидания.